Трансляцию Всё должно было сработать правильно Единственное, что надо было как-то позаботиться, чтобы комментарии читать О-о-о Ура, должно работать Я буду читать Да, если я не буду справляться Да я открою всё Всем привет Хэллюу Правда нас тут... Сейчас сколько? Полтора земликопа Трое Не считай меня Хорошо сиди Я не знаю, тебе видно А, да, видно Ну, будем сейчас сами для себя рассуждать Остальные уже подтянутся Так, я вижу... Всем привет, кто нас смотрит Мы сегодня болтаем И ничего не делаем Вот, на самом деле я хотела рассказать просто последние новости В принципе, всё, что происходило летом Вот Хорошо, сейчас бы зимой рассказывают, что летом происходило Ни разу не опаздываем Да Всё актуально, всё в тренде Кирилл, привет тебе Прямо отдельнейший привет И чатик пока молчит Да Ну, никто не знал, что будет такой стрим Вот, точнее Никто не знал точное время Мне кажется, сейчас ещё люди не добрались с работы домой Вот Поэтому Привет 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 Первый человек О, первый гост Да Ну, сейчас чуть-чуть ещё людей соберётся Где-то на полчаса тут Может на часик Ну, посмотрим Как попрёт Да, в общем, 8-30 По идее, мне надо будет уже Поехать дальше по делам Так, кто нас смотрит? Четыре человека Ну, если что Если как бы вам будет скучно Всем Я могу запустить геншин Но Я не хочу туда заходить Люди могут сами Геншин запустить Да-да И сами крутить персонажей Тем более Некого сейчас крутить И Я даже не знаю, сколько у меня там Я заходила только вот Когда мне сказали Обнова какая-то там вышла Надо было зайти Убедиться в том, что Ничего нет И нечем крутить Такое не Спасибо Игра отнимает слишком много времени Которого и так нет Вот Я бы сказал, что можно Крутить в этой жизни Но меня забанят Я просто пошучу про русскую рулетку Ну Давай просто будем крутить барабан Ну да Вращайте барабан Ваш вопрос Ой Вот видите Даже Часы намекают На то, что Все время нужно тратить на работу Поэтому А часы намекают, что часики тикают Да Часики-то тикают Ну что Я наверное все равно Перейду к основным новостям Которые я хотела Рассказать Потому что Зачем писать анонс Все равно люди потом спрашивают А когда будет трек Я не знаю Когда будет трек Он сейчас должен быть По идее Или может Это подождем Сейчас Еще какое-то время Там минут пять Пока какой-то народ подвалит Да Как бы Зачем Кому надо Тут пересмотреть Кто будет смотреть Как полчаса Две говорящие головы будут Да Только Презанные фанаты Считайте Это такой Около подкаст Вы можете его просто Включить на фоне В смысле Это и есть подкаст На самом деле Я хотела рассказать Кулстори Завуалирована Вот И в принципе Как я до такой жизни Докатилась Спасибо за лайк Кто бы это ни был Скатилась Сейчас человек Собралось Отлично Значит Для начала Я хочу сделать анонс Выходит мой трек Точнее как Не совсем мой трек Была такая Группа В шестнадцатом году Или в пятнадцатом Я уже не помню На сколько давно Это было Я еще училась в универе А что А что Подождите Это почти десять лет назад Уже что ли Скоро Пять лет назад Сколько это было Пять лет назад Короче пять лет назад Была группа Море Н И У них была Достаточно специфическая Подача Вообще Это были мои друзья Которые Я снимала Была Что-то вроде Фотографа Оператора Вот Мы снимали Блоги Снимали концерты Концертов правда На моей памяти Было всего Несколько Вот Снимала я Конечно Совсем чуть-чуть Ну если так Прям в масштабах Групп Потом меня еще Взяли басистом В спин-офф Этой группы Это не суть Вот Смысл в том Что Мой друг Женя Написал Шикарную песню Вообще В принципе У него Много шикарных Песен Вот Но к сожалению Из-за того Что группа Достаточно быстро Распалась Свет Эти песни Особо так и не увидел Вот Песня Называется Цунами И Вообще На самом деле В другом Стиле Получается Мы ее сделали Метец С моим Другом Звукорежиссером Гошей Он же Джаст Оверборд Вот Это будет Роцк С примесью Попа Но больше Роцк Вот кто-то просил Там Роцк Я помню Все Я сказала Следующей песней Будет Роцк Больше Чем Поп Ну и все Велком И я все жду Когда ты начнешь Исполнять Постпанк Ну вообще Мне кажется Я приблизительно К этому И скатываюсь Вот Но На самом деле Нет Жанры В которых я работаю Это Синтпоп Наш Любимый Русский Да И Ну наверное Он 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 Будет Считаться Потому что Кто еще Читает Такие странные Речитативы И И Играет Красиво Вот Ну Кстати А с вами Гитара Потихоньку Мне интересно Твои Твоя музыка Она будет Подходить Какие-то Вот Музыкальные Подборы Там Ну знаешь На ютубе Сейчас Вот эти Возвращаемся К постпанку Там Russian Doomers Music Да Ну ее можно Изич туда Поместить Мне кажется Вот Ну она Не такая Как бы Постпанковая Ну ты ее слышал Ты ее слышал Я Я Слышал Среди бета-тестеров Поэтому да Я Можешь сказать Сомнений Не Ну наверное Есть Опять же Какие-то Подборки По Синтепопу Просто для кого Не для Я теперь знаю Как Характеризовать Свой жанр Это Ситипоп Синтии Ванда Нет Серьезно Просто У меня В каждой Практически Песне Есть какая-то Отсылка На какие-то Большие Города Целая Страна Большие Города Целая Страна Вот И В каждой Песне Есть слово Весна Я не знаю Что со мной Произошло Видимо Еще в каждой Песне Будет слово Фонари Почти Каждый Мы Просто Каждый раз Когда мы Слушаем Твои песни Мы будем Собирать Бинго Да Вот Когда-нибудь Можете Я вообще Докачусь До Лайв концертов Это Видимо Так же Не скоро Как я буду Стримить Рисую Потому что Я ненавижу Когда кто-то Смотрит Пока я работаю Стрим Концерты Стрим Концерты Да У меня Уже В принципе Репертуар Скоро наберется Кек Вот Но Это мы Оставим Но потом Так Мечты В розовых Очках Вот Чтоб Было Чем вас Подобавить Итак Хотя нет Зачем мне Рассказывать Про смысл Песни И так далее Вообще Режиссер Никогда Не должен Будавать Свои Масштабные Замыслы Поэтому Просто Если вам Понравится Напишите Потом Комментарий Искупитесь Вот И кстати Не забывайте То что В этом Мне микрокопеечка Прилетает С прослушиванием Поэтому Это Тоже Хороший Способ Покормить Художника Насчет Замысла Можно Просто Написать В комментариях Насколько Глубокая Смысловая Нагрузка У трека Цунами Если вы Понимаете Глубокая Как океан Опять же Текст писала Не я Текст очень Хороший Песня Зацепила Меня Очень сильно В свое В свое В свое Время И Мы ее Настолько Конечно Перелопатили Насколько Это возможно Сделать Качественный Трек Из Просто Наброска Потому что Все равно Все было Тогда еще Сырое И Женя Сам Потом еще Перерабатывал Песню Да Ну вот Но цунами Мы смогли Возродить И сделать Из нее Хорошую музыку Вот Мне Не стыдно За этот трек Поэтому Вот Выйдет она Ну где-то Может в середине Если я конечно В середине декабря Если я конечно С обложкой Приторможу Вот Если я обложку Выключу раньше То Выйдет раньше Вот так вот Это что Касается Песни Как говорится Обложка Равно Музыка И как В одном Из пабликов Замечательных Музыкальных Мышап Называется Ну Никто Не говорил Кстати Что я Буду Рисовать Это не факт Поэтому Кстати Почему у меня Аватарка Не реагирует На мою речь А мы шапами А мы шапами Не планируешь Заняться Не-не-не-не-не-не-не Да я просто Не знаю Что рисовать На обложку Просто 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 Этот трек Он выделяется Очень сильно И Это Не поданимешный Этот стиль Мой любимый Поэтому Вот Мне бы само еще Понять Что я хочу Потому что Как обычно Хочется Что-то Крутое Грандиозное А потом На деле Ты Думаешь Ну Порой Самое Простое Самое Грандиозное Мне кажется Например На прошлую Обложку Я даже Хотела Поставить Свою Фотку Вот Мне не дадут Соврать Не только Режиссер Не мои Друзья Но Что-то Все были Так Против Они Сказали У тебя Есть Хорошие Арты Давай Арты Вот Поэтому Нарисован Нарисованные Обложки Они Больше Цепляют Мне То же Самое Говорит Сеть Может Это Ты Говоришь Возможно Может Ты Просто Тоже Был Заодно Нарисованная Обложка Лучше Чем Фотографии Change My Mind Ладно Я просто Промолчу Какой Комментарий Мне тогда Ответили Про Обложку Надо было Себя Нарисовать На Обложку Просто Тогда Так И Произошло Ну В принципе Все до сих пор Думают Что Это Рисунок С Ольгой Дмитриевной Шости Господи Бесконечного Лета Его Даже Расфорсили На Какие-то Паблики Хотя Это Был Автопортрет И Все Уверены Что Это Вожатая Нет Ну Спасибо Конечно Я конечно Понимаю То Что Я Даже Бесконечное Лето 3D Успела Озвучить Виолу Но Что-то Ольга Дмитриевна Это Слишком Знаешь Какое Будет Признание Фанатское Если На Каких-нибудь Соленках Фест Будут Исполнять Твои Песни Ребят Исполняйте Мои Песни Делайте Кауры Пойте Их Во дворах Я буду Только Рада Я еще И может Услышу Вас Где-нибудь Вкупчино И прибегу Начну Подпевать Поэтому А Я еще Хотела Да Теперь Твожито Что Поделать Ну Да Пионерский Галстук Вперед Может Когда-нибудь Я даже Сделаю Такую Отсылочку Вот Но На самом Деле Да Как я Уже Говорю Песня Не совсем Моя То есть Да Мы ее Перерабатывали Да Мы с Звукорежиссером Работали Больше Работал Звукорежиссер В плане Инструментала Вот Я Естественно Там Вокал Все дела Если В первой Своей авторской Песни Я прописывала Ноты Для гитары Вот И что-то Там тоже Меняла То В этой Песне Меня Меньше Но Тем не менее Да Есть Чем Похвастать Привет В метро Не поговорить Особо Ну Всяко Можно Пересмотреть Этот стрим Поплечить его Еще и Бутербродиков Приготовить Метро Метро Приготовить Бутерброд Это Особый Метро Метро Местер Бутерброд Я там Зашел Макдональдс Если Пустят Конечно Нет Я говорю То Что Приготовить Бутерброд Метро Это Такой Особый Экспириенс Ну Не знаю Я В университете Возила С собой Бутерброд В принципе На работу Тоже Водить Это Одно Приготовить А ингредиенты Возить Что Мы уже Скатываемся В какие-то Лаки Стар Поп Тим Эпик Ты просто Посмотри На мою Аватар Мне надо Было Нарисовать Что-то В похожем Стиле Возможно Да Что касается Лирик Видео Я сделала Его часть О господи Да Я готовила Лирик Видео Под Свою Песню Первую Самую Вот Но Потом Я Короче Мудрилась Руку Повредить И Надолго Выпало Вот Это Причина Которой Вообще Не было Контента Но Зачем Мне писать О том Что я Растянула Связки Тем более Дурацким Образом Вот Ну Как бы Да Сейчас уже Все Практически Окей Вот Я возвращаюсь Постепенно К нормальному Ритму жизни Но нет На самом деле На меня Скинулось Просто Все За эти Четыре Месяца Вот Потому что То было Ничего не делали Не от жары И то Вот Потом Вот Это И В результате Сейчас я Наверстываю На меня Еще дополнительная Работа Свалилась Кстати О дополнительной Работе Теперь Теперь Я помогаю Скажем так Одаривать людей Вещами Из Японии И Предпосылки Конечно У Накаёши Сервис Ну Сервисом Хотя это сложно Назвать Скорее такая Мини-семья Которая Хочет стать Большой семьей Вот Там веселая Очень история Сейчас я Немного Отойду От Потому что Мне просто Смешно Уже Во всем Говорить Соберусь С мыслями Да И расскажу Что Мне просто На смех пробивает Вот ты Сказала Будешь Помогать С доставкой Вещей Из Японии И тут В этот момент Должна такая Звуковая Дорожка Вау Да Вау Надо поставить Сонгпад Ну Для таких Вещей Надо что-то Такое Поставить Да Не сегодня Ребят И Будем честны Я теперь Вообще Стараюсь Не распыляться Потому что Просто Столько Всего Столько Всего Вот Самое главное Значит Накаёш И что я делала Летом Летом Как самый умный Человек Который От жары Такой Думает Ну как Спастись Надо себя Развлечь Потому что Работать Вообще Было Невозможно У нас Тут плавилось Все что Можно Сказать Так Вот И Я подумала Надо подготовиться К манге Подготовила Всю раскадровку Да Следующая манга Возможно Будет Происки Если я В середине Процесса Не передумаю И не решу Делать что-то Еще Я ее достаточно Хорошо Выточила Здесь Вся раскадровка Уже За год Просто Вылизана И все что Нужно Это сделать Лайн Всего лишь Лайн Понимаешь Ну и Короче Я подумала Что Мне надо было Тогда Прокачать Фреймы Прокачать Тайпинг Прокачать Рисовку И я такая Опа А есть Харемия Харемия Это классно Нарисованная Манга Просто Супер И Вдруг Я увидела Паблик Один Я не буду Говорить Что это за Паблик Потому что В принципе Мы решили Всю эту проблему Спойлер Такой небольшой Вот И Я особо Узлайна Людей Не держу Разве что Мне не хочется Чтобы кто-то Попадал В ситуации Подобные Моей В общем Я не нашла Ничего умнее Как написать Этим людям Которые Доставали Вещи Из Японии И Причем Это достаточно Такой Большой Паблик Вот Хорошо Распиаренный Насколько я поняла Я отзывы читала Отзывы там Хорошие Вот И Я уже решила Делать заказ Все Я написала Потому что Харемию У нас не печатают И Если она продается То прям По завышенным ценам Продавалась Но вы теперь знаете У кого спрашивать Харемию Не только Вот Смысл в том Что Посылки Тогда Шли Где Ну По три месяца И ты Такой Думаешь Вау Класс Я получаю Скосень ее Получу И осенью Быстренько Нарисую Ага Сейчас Я еще не знала О всех Тонкостях Вот Смысл в том Что Мне сказали Вот мы оформим тебе В артбук По предзаказу Там все дела И я такая Все хорошо И вдруг я такая Ой А надо еще Что-то отзывы По пабликам Погуглить Которые крупные Вроде там Японский рынок И Как они еще Слова вертится На языке Японский рынок Что-то там Чес Косплеер Я уже не помню А как это Такой паблик Вот И наткнулась На отзыв Совсем Нехороший Я такая Упс Куда я попала Ребят Кому я доверила Такое Важное дело Кому доверила Свои деньги Вот И Я вчиталась Там действительно Были люди У которых были еще проблемы Я не буду Говорить Чуться отзыв Потому что Ну Не хочу Короче Портить отношения С некоторыми людьми Из того паблика Потому что Там есть и приятные люди Там вся проблема Скажем так В глобальных Что-ли Вещах Я не знаю Как там Въяснить Но В принципе Вы поймете Просто Читайте между строк То что я говорю Говорю И Я прождала Какое-то время Потому что Там был предзаказ Ну окей Приходит предзаказ Это июль В смысле Приходит июль Вот Я начинаю Ну так уже Мандражик Ура Мне скоро Добудут мою мангу Но Мне написали Что Добудут ее С СНС Карточками Вместе Потому что Там шла Ката акция Это у них Сошел медиа Карточки Какие-то Барамидки Есть Куча непонятных Слов Говорю Я знаю Короче Считайте Что это Бонусы За покупку Плюс 15 Социального Кредита И кошка Жена Да Кошку Жену Там дают Просто При покупке Каждой манги Вот Просто в каждом Магазине Кошка Жена Своя Там В каком-то Она Как ванила В каком-то Как Чокола Ладно Как она там Господи Чокола Вот Окей Я ждала Как умная Маша Вот И Ничего не дождалась В общем Полгода Мне не могли Выслать мои вещи А я еще Человек Рисунок Нарисовал Потому что Я была Так рада Что они Столько стримов Проводят С распаковками Я Свои Жаркие Июльские Вечера Скрасила Всем этим Просмотром Вот У меня еще Интернет Там плохо Ловит За горло Но не суть Суть в том Что меня морозили Где-то полгода И спустя полгода Я спохватилась Что уже эти полгода То прошли А мне мангу Надо делать На конкурс Было Вот Ну естественно Я один конкурс Прозевала Второй конкурс Прозевала Думала А что делать Надо что-то делать А за это время Я еще успела И кучу всего Заказать Потому что Там смысл такой Что когда ты Очень долго ждешь Посылку Ты начинаешь Еще вкладывать Деньги То есть Ты такой думаешь Ну я еще Этот артбук Закажу Ну еще Этот О мне зарплату Мне зарплатка Все время Все время Говорят Что человек Работает Ну я тоже Все время Говорю Что человек Работающий Но Блин Я хоть что-то Выкладываю И стараюсь По крайней мере Сдавать заказы Я не тяну Там Полгода Год И так далее Только если Какой-то вообще Прям лутый Форс-мажор Который был У меня Один раз На моей памяти Вот Это знаешь Говорят то Что вот Человек не смог У него работа Так его же Работа Доставить Мне посылку Ну понять В чем дело Моих товаров Там было На очень-очень Круглую сумму И Эта тонна книг Должна была Поехать Ко мне Вместе С там еще И одну девушку Свою знакомую Утянула Тоже В эту всю штуку Чтобы Ей достать Из разбивки Брелок Вот Но Закончилось Как бы чем Закончилось Я Решила Написать Получается Спросить Какие мои там Вещи Что-то Выкупили Не выкупили Вот И она срочно Вдруг Выслала В коллективке Пару моих вещей Хотя Я не понимала Почему только там Получается Три вещи В один присест Она выслала Три вещи Еще через пару месяцев Вот И У меня появились вопросы Собственно Потому что Вещей у меня там Штук наверное Семнадцать накопилось Двадцать может Я даже не помню уже И в результате Я стал рыться На Меркари Это что-то вроде Авито Японского Так я думаю Ну Короче Хочу Брелок Вот взять Но Писать ей Не хочу И что делать А вот у меня Друг Из Японии Ну типа У него семья Там все дела Вот И Что-то Короче Я написала Своему брату Это его лучший друг Спрашиваю Слушай А Илья еще берет Заказы Вот Потому что В шестнадцатом году Он добывал для меня Копики Он добывал для меня Привозил Какие-то просто Мешки гигантские Там с тушью С линерами И так далее Вот И он сказал Да Он сейчас занимается Просто я помню Что у него там Уже дети появились И думала Как-то не до этого Кстати Мы списались Поговорили И он говорит А что ты раньше Ко мне не обращалась Что такое Вот Ну я думаю Ты занят Все дела И Мы с ним Что-то стали думать А может Есть возможность Вызволить Мои вещи Потому что Он По счастливому Сечению обстоятельств Возвращается В Россию Ну да Но кто знал Просто Мне не хотелось Навязываться Человеку У которого И так много работы Потому что Я же не знал Что он в декрете сидит Вот Никто не знал Ну короче Мы стали как-то думать Как нам добыть эти вещи И решили Вежливо попросить Девушку Которая всем этим заведует Чтобы она Передала Все эти вещи Илье Вот Но Да Да просто У меня сразу Загрузка пошла Потому что Я как вспомнила Весь этот кошмар Она нас поморозила Где-то две недели Хотя Или там Двенадцать дней По-моему По-моему Это было двенадцать дней Вот И Там сроки уже текали И мы специально Скажем так Немного заранее Об этом сообщили Чтобы Если Как это Ну Если она откажется То Чтобы нам уже Как-то эти вещи Добыть Придумать Вот Ну и короче У нас дошло Дело до того Что Пришлось Сказать Что мы готовы Обращаться в полицию И в принципе Мы уже были готовы Вот Потому что Лучше не знать Сколько там было Да Книжек Моя подруга Кстати В точно такой же ситуации Вот Мы с ней как раз Там познакомились Вот Мой боевой товарищ И Ей тоже не высылали вещи И Мы там Еще одна девушка Нашли Ей тоже не высылали вещи Но мы так поняли Что просто У нее есть Какие-то любимки Или еще что-то такое Которым Она высылает Вот А мы Не вписались Скажем так Вот Но неприятно было То что Нас морозили И все время кормили обещаниями А девушку одну Вообще забанили Баны в той группе Это нормальное дело Ну Зачем так поступать Мы много раз удивлялись Вот И Мне даже не хочется В эту грязь погружаться И Смысл в том Что Она Вот уже после угроз Полиции Слава богу Сказала Все Я возвращаю деньги Вот Все отлично Но при этом Она оклеветала Моего друга Подняла Просто В чате Нас На смех И Ну Это было Неприятно Вот так Но Хорошо Что она вернула Деньги Поэтому Как бы Я не стала Все это поднимать Никуда Ну Потому что А зачем Вот А мы с Ильей Решили Что Мы должны Срочно Все эти книги Достать Ну Благо Деньги Вернулись И он достал Мне Слава богу Все Вот эти вот Книги Единственное Что часть Не успели Дойти Потому что Доставка У некоторых Магазинов Не как У Амазона Она не приходит За день Вот А там допустим Редкая Одна книжка Бэушная Вот У них кстати Бэу книги Хорошего качества Вот Мы ее ждали Вообще Дней 17 То ли Ее искали Они где-то Вот Ну Короче Неприятно Что Мне так Морозили Да Вот Ну Мы все Добыли И теперь Вот Будем Постепенно Те вещи Которые Не успел Илья Захватить С собой В Россию Будем Высылать Там Пара Осталась Ну И мы Решили Что До марта Примерно Будем Еще С собой Скажем Так Людей Тащить В наши Посылки И Мы уже Так сказать Обожглись Поэтому Решили сделать Свой лунопарк А там Уже Посмотрим Дальше Как будет Но Если хотите Как бы До марта Мы можем Помочь вам Добыть Японские вещи А дальше Непонятно Пока как Но До марта Включительно Сдадим Свой лунопарк С мангой И кошкой Девочкой Да Кошкой Девочкой Вот Какая-то Такая История Дичь Конечно Знаешь Все Эта История Вот Есть Такая Терминология Grand Theft After А есть Теперь Grand Theft Манга Что-то Такое Не Подруге Тоже В принципе Она Выслала Вещи Поэтому Все Окей Вот Но Послевкусие Осталось А что С третьим Человеком Кстати Я не знаю Вот Но Группа Та Цветет И пахнет Вот Пугает Только что Другие Люди Они Тоже Ну Не хотят Высказываться По своим Причинам Каким-то Личным Вот Поэтому Просто Я вам скажу Если вы Берете Будьте Внимательны И изучайте Сначала Что за Человек И как Он себя Ведет И еще Рассчитывать На него Если есть Негативные Отзывы Это Как бы Уже В принципе Можно задуматься Да Они бывают Необоснованные Но Взвесить Все Нужно Самим Я тогда Купилась Потому что Ну Как-то В комментариях Было Очень много Хороших Отзывов Но кто бы знал Что там На самом деле Просто Друзья Придут Что-то такое На самом деле Да По этому поводу Скорее всего Отзывы Ну Негативные Ну Какие-то Паблики Да Могут Удалять Потому что Ну Это Портит Все такое И Скорее всего Негативные Отзывы Если искать То только Ну На каких-то Сторонних Ресурсах Может быть Где-то Чувачки У себя На стене Пишут Или в пабликах Каких-то Вроде как бы Как бы Нашел Уже И Еще Ориентируюсь Нет Тоже Надо Взвешивать Все Самому Ну К сожалению Да На всех Не понадеешься Ну Еще Разница В том Что Та девушка Она Дела Просто Мощнейшую Комиссию И играл На курсе Вот То есть У нее Курс Был Достаточно Высокий Это то ли В силу Банковской Карты Которую Она Пользовала Вот То ли Это ее Какие-то Игры В которые Даже Даваться Неохота И отправка Там была Один к одному Правда Об этом Уже люди Узнавали Постфактум Но как бы Смысл Просто Как бы Высказаться Культурно Ну короче Если вам интересно Че я имею Сынокайош Я ничего Не имею Кроме Бесплатной Этой Господи Ну короче Без комиссии Мне Поставляют То что мне надо В принципе Там вещей мало Так что считайте Что я В удовольствие Своё Помогаю Другим Таким же Кто Обжегся Подарить им Шанс Получить Заветные Книги И не только Комиссии У нас Кстати Минимальные Потому что Илья тоже Это делает По фан Короче говоря Это Не магазин Да Мы не магазин Ну Хотя А ну да Хотя там Называли Магазином Ну короче Смысл в том Что Мне нравится Которые Люди В смысле Те которые Сидят у них В администрации Они действительно Хорошие Классные Вот Но То что Творится Если копнуть Глубже Ну Камон Не надо Вообще Так поступать Если Как бы Человек Не тянет Какую-то Гигантскую Нож Ну не надо Ее брать Мне кстати Казалось То что Ты Как сказала Сделала Заказ на Крупную Сумму И мне Казалось Что в таких Случаев Заказы На крупную Сумму Они Обслуживаются Вне очереди Честно Не знаю Но смысл Такой Что вот Ты Начинаешь Набирать 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 Как бы Я не знаю Да Илья Не работает Сейчас Прям Супер Дупер Вот А-ля Японские Работы На которых Ты умираешь От Истощения Потому что Ну Он сейчас Сидит с ребенком И да У него там Есть работа Но Он как-то Все Взвешивает И я его Разгружаю Тоже С этими Заказами Вот Потому что Ну мы Стараемся Заказывать Прям сразу То есть Да У нас там В основном Где-то Амазон С которого Мы заказываем Оно Приходит Сразу Идет Меркери С которого Да Мы Заказываем Сразу Потому что Там Ну это Как Авито Выкупил Как бы И все Это Прокаченные Авито Там В основном Вообще Можно найти Новые вещи На которых Да Написано Что есть Царапины Грязь Но они Реально Выглядят Прям Как новые Да Там Может Ну вот Они пишут Как для Перфекционистов В основном Понимаешь Если там Маленькая Царапинка Вот С Наибольшей Что вот Это Грязь Царапины Вот Ну конечно Всякое Бывает Но тоже Надо Проверять Внимательно Смотреть На Продавца Вот А бывают Там Какие-то Поставщики Они По две Недели Выслать Но все Равно Мы Как бы Сразу Делаем Заказ И Окей Да Там Уникальная Группа Тем Что В офлайн Магазины Мотается Человек Мы Тоже Можем Мотаться В офлайн Магазин Это Отдельный Вопрос Просто Она Этим Занимается Постоянно То есть Она Там Ходит В Джамп Этот Магазин Ходит На Кихобаре Что-то Она Сама Там Работает В Аниме Магазине Но Смысл В том Что Она Нагружается До Такой Степени Вот Тоже Самое С Поездками На Выставку Например Я Убедилась Что Аниме Выставки Если Тебе Нужен Как Мерч Какие-то Книги Там Оттуда У них Чудеснейшные Книги По Анимации Есть То есть Если Вы Хотите Учиться Анимацию У них Учебников Столько Либо От Какой-то Студии Допустим Ортбуки По фонам Я Обожаю Ортбуки По фонам Либо С ключевыми Кадрами Раскадровками Но Их Дешевле Покупать У Перекупщиков Потому Что Там Иначе Идут Затраты На То Чтобы Проехать Затраты На То Чтобы Купить Билет У них Например Чтобы Купить Билет На Выставку Ты Должен Его Сначала Выиграть Вот Это Конечно Для Меня Абсурдно Немного Звучало Но Вот Так Они Живут И Собственно Комиссию Какую-то Тоже Си Человек Забирает Вот Но Проще Купить На Меркери Чем Вот Так Вот Мотаться И Еще Временно Это Тратится Не Понятно Что Как бы Она Действительно Живет Этим Она Зарабатывает Этим Потому Что Для Нас Это Просто Ну Забава И Наверное Временная Какая-то Акция Вот Но Когда Тоже Человек Называет Ся Магазин Он Берет На Ся Гигантскую Ответственность Но Не Надо Кидать Человека В Черный Список За То Что Он Задал Какой-то Глупый Вопрос Вот Да Если Он Оскорбил Окей Кинь его В черный Список Но Если И то Как бы Предупреди Но Если Он Просто Сказал Что Что Не знаю Хоть Как-то Не понравилось Администрации Потому Что Этот вопрос Сдавали Уже Сто Тысяч Раз Ну Даже Если Ты Кидаешь Ссылку На Фак Короче Все Что Я бомблю Прям Не надо Так Выступает Ребят Вообще Ссылку Договориться Люди Этим Отмечаются Прочти Со всеми Людьми Можно Договорить Кидаешь Ссылку На Фак Его А тебе Говорят Фак Ю Ну Вот Тогда Уже Можно Вежливо Попросить Отсюда Как Говорится А вы Пожалуйста Фак Но Понимаешь В чем Дело Вот Они Берут И Кидают Человека В Бан И Он Не знает Вышат Ему Вещи Не Вышат Вещи Это Реально Странная Политика И Ну Я Процитирую Замечательный Мультфильм Спас Боск Кэпэнс У кого Деньги Тот И прав Слова Мистера Крабс Мистера Крабс Херлиги Скажет Если Вы Там Допустим Пишите Что Мы Фотографируем Товар Когда он Приходит Реально Фотографируйте Его Окей Присылайте Там В личке Людям Присылайте Там Общие Чаты Но Делайте Это Не Держите В неведении Там Серьезно Там Люди Боятся Слово Сказать Они Сидят В страхе Того Что Их Как-то Накажут Ну Естественно Как бы Они Доверили Свои Деньги Человеку Вот Но Блин Обязательства Какие-то Должны Быть Особенно Когда Заплатил Ну Да Ну Как бы Вот Смотри Обычно Тот Кто платит Он По идее Заказывает Музыку Ну Знаешь Это Разновидность Токсичных Отношений Когда Человек Приходит В магазин У нас Кстати Бар В Петербурге Есть Такой Я не Помню Как он Называется Ему Поливают Просто В лицо Там Стакан Пива И Слыш И Начинают Крыть Матом И В этом Особенности Подают Услугу Того Что У тебя Будут Хера Да Ну Ну И Да Посылки Сейчас Долго Идут Потому Что Летом Они Шли Где-то 60 Дней Ну 40 60 А Сейчас Они Вообще Там За 130 Дней Даже Немного Переваливает Но Вот Мы Ждуны Так Что Как бы Нам Окей Вот Мы Ждуны Мы Подождем И Потерпим Да Ну Есть Разница Понимаешь Между Тем Когда Ты Терпишь Реально Отношение Вот Такое Стрёмное К себе Вот И Там В принципе Сказал Что-то Не то И В ЧС Засунули Ну Не надо Так Поступать Даже Кстати Им Уже Говоришь Не надо Так Делать Но Как Быть Все Я Скажу Так Я Ушла Из Этого Так Что Перешла В Новую Эпоху Вот Поэтому Я не буду Просто И критиковать Я переживаю За людей Которые Могут Попасть В такие Ситуации Поэтому Будьте Внимательны Потому Что Это Реально На пирамиду Похоже Не надо Так Делать Если Если Сами Этим Занимаетесь И Если Пытаетесь Что-то Такое Влезть То Влезть Вступить Мне Не нравится Не та Ни та Фраза Короче Будьте Внимательны Просто Хотя На самом Деле Можно Было Действительно Оставить Негативный Отзыв Понятное Дело Не скатываясь До Откровенного Оскорбления А высказывать То Что Меня Не устраивают Отношения Ну Скажем так К Клиенту Потому Что Я Обращаюсь К вам За услугой Я Оплачиваю Услугу Которую Я у вас Прошу А ко мне Относятся Как бы По-свински Соответственно Ну Я вообще-то Имею право Ну Пожаловаться И Магазин Не должен Соответственно Ответить За Подобный Инцидент Ну Как я уже Сказала Мне деньги вернули Поэтому С меня базара Ноль Все что Я хочу Это предупредить Людей Поэтому Я не называю Магазин Потому что Я не хочу Портить Отношения С людьми С которыми Там познакомиться Там реально Есть хорошие люди Но Политика Магазина Странная И Ребят Если вы не хотите Страдать Как Страдаю Страдала Я Страдала Моя подруга И Страдала Может Страдает Еще Девушка Которая Мы знаем Ну Обходите Стороной Подобным Водительцам Таких Магазинов Совет Не доводите До полиции Ну Слушай Слушай Это вообще Уже край Ну Действительно У меня У меня Уже Были Вопросы Нет Ну Опять же Это Как-то Странно Когда Тебе Возвращают Деньги За Услугу Только Через Что Так Угрозу Обратиться Ну Органы Правопорядка Знаешь в чем дело Там Смысл был такой Что я попросила Илью Я ему сказала Слушай Илья Пожалуйста Я даже тебе накину Вот Но Ты сможешь там Забрать И еще Он такой Да вообще Без проблем Все нормально Хорошо Договоримся Вот Несмотря на то Что он капец Занятой человек Но Ну У него по расписанию Все расписано То есть Он столько-то делает Это столько-то это Он естественно Выделяет время Я вот про это говорю Вот И По идее Он должен был Приехать К девушке Договорившись с ней И Просто Чтобы она спустилась Отдала вещи Либо там Ну Не знаю На соседнюю улицу Принесла На соседний район Там На работу С собой захватила Что вряд ли Конечно Но я уже так Уберирую Это конечно нет Потому что там Реально пакет большой Ну хотя бы окей Ну одну книжку бы Отдала мне по фонам Хотя бы одну Из-за остальной Деньги Но нет Вот Тоже и конечно Это же Смотри Сколько проблем Пристраивать Мои вещи Сейчас Вот эти вот Все Которые Собственно Моими и были Но В силу обстоятельств Вышло Как вышло Вот Потому что Ей надо их Пристраивать Это уже Лишняя проблема А так она бы Вынесла Ну и все Шикарно Причем я сказала Что я ей готова Доплатить Доплатить Ребят Доплатить Я Человек Который За шо У которого Зарплата Это минимальный Прожиточный Минимум Ну Короче Ну просто Вот за то Чтобы она вышла Хотя бы вниз И отдала Эти вещи Но у нее Там То она что-то Ломает То у нее Ангина То пыры-пыры Конечно Да у людей Всякое бывает Но блин Когда это Подряд И когда уже Человек Уже пишет Ну окей Ну Просто Спустись И она Говорит Нет Тут уже Возникает Вопрос Токио К слову Гигантский Город Поэтому Илья Для понимания Должен был Сам приехать И забрать Их Но Да Ну знаете Я сейчас Вышла Как вышла Потому что Я все эти вещи Получила гораздо Быстрее Чем нежели Я вот их Прождала Полгода А потом Бы еще Подождала Четыре месяца В посылке Вот А так Я их сразу Получила Уже сейчас Потихоньку Работаю Плюс Мы теперь Как я уже сказала Свою маленькую Команду Организовали Пускай И Скорее всего Временную Но Это по-моему Уже много Значит Мы уже Там Осчастливили Моих друзей Вот Осталось Только Попросить Сфотографироваться С товаром И Такой Написать Отзыв Знаешь По-моему Уже Половина Людей Которые У нас Заказывали Больше Они Они Выложили Все В группу Включая Меня Вместе С моими Визгами Потому что Вы б знали Вот Вот эти Все мои Визги Это Просто Визги Человека Который Шесть месяцев Не знал Что будет С вещами Проревелся Просто Кучу времени Потому что Он не знал Как вообще Выходить Из этой Ситуации Благо Все Закончилось Хорошо Да Хорошо Вот Ну Как-то так А дальше О манге Как я уже сказала Ждите Новую мангу Потому что Она рисуется Единственное Как обычно Я не знаю Сколько это Займет По времени Потому что Вы уже Убедились С этим С лирик Видео Иногда Вещи Который Ты рисуешь Просит Гораздо Больше Времени Вот так И сторонние Финансы Ну Я тебе Честно скажу Что Рисовать Лирик Видео В котором Шестьдесят С лишним Картина Это Прям Боль И Когда ты Рисуешь Один И Никто Не может Тебе Помочь Потому что Даже если Ты кого-то Привлечешь К этому То ты Не сможешь Осуществить Именно То что Сам Хочешь Передать Туда Вот Там Просто Особая Задача Я Выгружаю Свои Чувства В каждый Рисунок По Максимуму И Соотношу И Соотношу С петель Так Вот И тут Должна Быть Ссылка На Патреон Но Его Нет Зачем Патреон Есть ВК Донаты Там Кстати Чуть Чуть Че-то Выкладывалось Даже По этому По лирик Видео Вот Некоторые Картиночки В принципе Я туда Раньше Заливаю Чем в Группу Многие Вещи И Есть Эксклюзивы Вот Это Так Если Вы Захотите Поддержать Меня Потому Что Потом Все Эти Деньги Уйдут На Продвижение Моего Паблика Вот Ну И На крайняк Да Че-нибудь Че интересное Можешь Туда Выложим В общем Обновления Скоро Будут Да Сейчас Я просто Оживляю Группу На самом деле Я еще что-то хотела Важное Сказать И заанонсить А Еще Скажу Что На каёш Я заливаю Кстати Сылочку Можете На стене Группу Найти Я заливаю Туда Помимо Распаковки Еще и Обзорчики На Артпук Ну Как-то Даже Не обзор А просто Листаю На камеру Вы можете Насладиться Красивой Печать Моей Мыльной Камерой Вот Вот есть люди Которые проводят Распаковки комиксов Надо теперь делать Распаковку манги Тогда Почему бы и нет А ее так классно Еще кстати Открывать Все эти артбуки Единственное что Конечно они Пластику столько Переводят Вот У них же все Запаковано Практически все Только с Амазона Если заказываешь Какого-нибудь Там манга Распаковано А если ты приходишь В какой-нибудь Анимет Не Там Каждый В индивидуальном Пакетике Извиняюсь Как Лакшери Да Ну то есть Когда ты берешь У них вещь Она реально новая Я не знаю Это сравнимо Разве что С тем Когда человек Открывал Вот Айфон Четвертый Из коробочки Вот Прям Какой-то Стерильный Идеальный А Единственное Что Да У японских Книг Есть обе И У меня Вот Например Обе Несколько Штук Замялась Одна Даже Порвалась Не моими Руками Что самое Смешное Это просто Ее взяли Почитать Вот Это я к тому Что Сложные Хранить Я не знаю Как японцы Хранят Книги С обе Потому что Обе Это рекламка Такая С картинками Внизу Горизонтальная Вот Потому что Они так легко Рвутся И Там Надо Вообще Какие-то Супер Аккуратные Руки Иметь Чтобы Управляться Всем этим Вот Но все равно Это приятно Это радует Так что Художественные Материалы Мы тоже Если что Протащим Если кому Нужны маркеры И так далее Привет Привет Алекс Я как раз Еще хотела Сказать Про журналы Ханату Ханату Юмен Джамп И Гигу В том числе Какие там Еще Лала Вот Куча Японских Журналов Толстенных Просто Как кирпичи И Они Плодят Буквально Там Неделю Месяц И Внутри Много Манги Это Так Прекрасно Выглядит Вот Так что Тоже Если захотите Прыгайте Ко мне В коллектив Вот Хотя Это Сейчас Я Кстати Громко Сказала Потому Что Зная Ситуацию В Петербурге Если Там Почту Прикроют То На почту Я не попаду Ну Сейчас Сами Знаете Какое Время Я не Хочу Произносить Вот Поэтому Но Мне Кажется Что Не Перекроют Я думаю Если Что С Сговоримся Ну Короче Я Вам Точно Могу Сказать Что Если Что Небольшое Вы Можете В Комсомольск На Амуре Уъехать Вот Если Что Покрупнее То Наверное Да Уже Стоит Отдельный Что Заводить Вот Просто Сейчас Все По Входным Билетам Планировалось Не Называй Это Только Пожалуйста Егор У нас Не Принято Называть Такие Вещи На Канале Я В том Что Что Да Я Вболкнула И Подумав Такое Случается Раз В Дофига Лет Я Что То Сказал Не Не Я Просто Дисклеймер Кидаю У нас Тут Не курит И Не матерец Следите За Языком Молодой Человек Вот Сложно Все Это Ну Просто Середина Стрима Алекс Если Что Потом Промотаешь Начало Там Анонсы Кулстори Вот А так Мы просто Сейчас Обсуждаем То что Сейчас Я Проблемы Насущные Занимаюсь Ну Даже Не Коллективки Так Назову А Помогаю Достать Всякие Штуки Из Японии Вот Так Вот так На самом деле Просто Мы очень Любим Обрабатывать Заказы Поэтому Мы ждем Заказы Нам нравится Искать Вещи На Меркери Нам нравится Сидеть На Меркери Мы просто Еще не познали Прелесть Меркери Меркери Это просто Шикарно Я хотел бы Заказать Ну Сейчас Начинается Телемагазин Вот Знаете Я Хотел бы Заказать Телемагазин Телемагазин На самом деле Я Хотел бы Еще давно Приобрести Вот эти Фигурки Знаешь Которые Ну Не с каким-то Персонажем А Ну Как Туловище Просто Вот Подвижная Фигурка Да Такой Имеется Не помню Как называется Можно еще и своих Собрать Я тебе больше Скажу Но мне Чисто Нужно Для Пост И для Работы С перспективой И типа Знаешь Просто На Алике Да Такие Есть Там Чуть ли не Рублей За 300 Но Я бы тут Продолжил Ну ладно Но Качество Оставляет Желать Лучшего О нет Мы Походу Прорекламировали Аликспресс Ему Реклама Не нужна И на самом деле В этом плане Я бы лучше Действительно Переплатил Там Полторы Две тысячи Рублей За такую Фигурку Они же По сути Недорогие Я тебе скажу На самом деле Фигурки Это Не самое Шикарное Что можно Привезти Из Японии Если Например Музыкальный фанат Я просто Тебе скажу Что там Можно Такие Редкие Альбомы Музыкальные Найти Винил И специальные Издания Это Раз Просто Неочевидная Штука Которую мы Открыли Вместе С моим Другом Вот А еще Там Самое Основное Что Крутое Есть Это Как раз Для Аниматоров Для комиксистов Целые стопки Литературы Которые Можно еще и купить Подержанную Но Гораздо Дешевле Именно По анимационным Студиям Это не только Аниме Там такой Артбук По Диснею Ребят Что У вас Просто Рот Откроет Вот Открыла рот И молчит Глаза засияют Потому что Это очень Красиво И Опять же Очень много Комиксов И То же самое Есть Западные Комиксы И Все твои Любимые DC и Marvel В изобилии Их тоже Там любят Поэтому Ну Не Понятное дело В Японии Можно их достать Но скорее всего Там именно Рынок манги Нет Не только Нет Я имею ввиду То что там Рынок манги Больше превавирует Ну послушай Это очевидно Рынок манги Это не то что У нас В Петерберге Ты приходишь В 28 И не только Или Что-нибудь От Excel Медиа Там ищешь Или такое О У нас Короче Есть Бабл Манга Сейчас пойдет Много рекламы За которую Мне не платили И я не хотела бы Рекламировать Нанесусь Ну короче Ну короче О Бабло Новая манга Вышла И Смотришь Одна манга Там В раз Бог знает Сколько лет И еще у нас Есть полторы Мангаки Не на самом деле Кстати у нас Растет количество Мангак В России Но Это не то Что там Каждую неделю Какие-то Журналы Выходят Буквально Там Это гига Она такая Толстая Она такая Шикарная И Там действительно Манга Это такая культура Что вот Они покупают Журнал Там Ну 400 рублей Стоит Том 450 Что с лишним Вот Это если переводить На наши С этой С комиссией Уже Вот И Это без доставки Естественно Не знаю Сколько доставка Там надо Примерно Считать 900 рублей За открытие Коробки Плюс Ну Которая Она же Хранение Упаковка Плюс Уже Доставка По России Там Тоже Косарь Слишком Но это Если ты еще Накидаешь Всяких вещей Короче Я просто Не помню Таблицу Ее надо Смотреть Но кстати Да Чем больше Заказываешь Тем выгоднее И это не я сказала А условия Почты Морской Такие Что Они Любят Когда Большие посылки Ну Это в целом Всегда Потому что Ну Поэтому В коллективке Люди Собственно Объединяются Когда там Допустим Десять журналов Подают Посылки Тут Желательно Разных Потому что Таможню Может спросить А какого хрена Вы что тут На продажу Что-то Взять Ну В смысле В магазин Вот Так что Что-то я хотела сказать А И у них Короче Оставляют Прям на улице Вот эти стопки Манк связанные И Их отправляют На сжигание Либо на переработку Бумажную Понимаешь уровень Да Ну Понятное дело То что Их нельзя брать Их нельзя забирать Себе Потому что У них Считается Тоже Мусор Это Частью Собственности Человек Вот Поэтому Они Продают Еще дешевле Старые номера Мало Кто Знает Но Японцы Это Еноты Да Вот Есть Рептилоиды А есть Енот А что Ты радуешься Ты тоже Енот Ну В том И дело Я храню Всякий Мусор Знаешь Ты Смотрел Твои Честные Глаза Ты Посмотри Чем Я закупаюсь Каждый Месяц Вот После Турой Да Вот Тебе Там Понравилось Я Отвечаю Да Я тоже Не спорю Да Но Так Там Еще Есть Кстати Совершенно Гениальные Учебники По Афтер Эффекту Если Вы Хотите Заниматься Анимацией Всерьез В принципе Их Можно Вот Но Бумажные Всегда Лучше Они Еще И Вкусно Пахнут Печать Кстати Да Еще Очень Смешно Но Один Из Аарт Буков От Хару Хьяка Который Мне Хьяка Не знаю Как он читается Который Мне Привезли Он Короче Пах Точно Так же Как Вот Мое Детство 90-е Начало Нулевых Я не знаю Как объяснить Но у меня Дома Такой Запах Был Хотя Это Новый Аарт Бук Запах Типографии Да Нет Там Была Другая Типография Реально Меня Так Флэшбэкнуло Когда Я Распаковала Запах Такой Сшибает Такой Вау Я Из рататуй Вот Ты открываешь Запах Отдыхаешь И такой Она Самая Вот А так Кстати У них Печать Какая-то Пахнет Ровно Так же Как наш Бакуает А другая Пахнет Чем-то Очень Вкусным Я Так Не Поняла Чем Видимо Это Новые Книги Вот Потому Что Американская Печать Например Пахнет Вообще По-другому И В принципе У Америки Очень Специфичный Запах То ли Из-за Пирожка Из-за Порошка Вот Не знаю Как выяснить Ну да Я Такой Человек Я Чую И Ты Видимо Издательский Сомелье Да Да А есть Такая Профессия А Я могу Сказать Да То Что Артбуки По Харухе Которые Именно По аниме Вот Они Прям Пахли Стремно Это Был Глянцевый Журнал С Запахом Гарри Но Возможно Это Связано С Нынешними Условиями Существования Человечества Если вы Понимаете О чем Не Называй Пожалуйста У нас Нельзя Называть Вот Ну Короче Странно Он Походу Про что Еще раз Это Артбук Глянцевый Два Глянцевых Артбука Да По Харухе А А Окей Я Короче Эта смесь Глянцев Была И Гарри Почему Я вообще Без понятия Вот Харухе Кяка Прям Вообще Самый Топовый Был По запаху И вот Вся Харемия Просто Я вот Как Тот Мем Из Господи Там Кто Кто Там сидел Моя прекрасная Память На имена Франдрин Кто Там Сидел Это Господи Короче Этот Мем Который Обычно Используют В качестве Сидения Вокруг Кучи Оливье И Не только Ладно Тишком Локально Вообще Считайте Что Я просто Уселась Вокруг Этих Книг И О да Это прекрасно Типа Знаешь Ты сидишь А вокруг Тебя Пять Книг Пять Килограмм Книг Я кстати Не знаю А у меня было 4 килограмма По моему посылка Которые мне привезли Весело Книг Книг Ну вы поняли Огар Да Это были книги Вот Так что так А кстати Из веселых Штук Там например Есть магазин Виллаж Вангард И Там продают Прям Куча коллабораций С художниками И Ну вот Аля вот эти вот Спиксио Крутоны Вот От рюкзаков До Всяких штук И акрилов Кстати я не понимаю Почему все так любят Акриловые брелки Японцы Но у них вот Какая-то тяга К акрилу По моему Ему просто легче Перерабатывать Чем пластик Вообще По пластику Я недавно Знал Такое Короче Он оказывается Согнить умеет Ну да Просто На него Это нужно Как много Как можно больше времени Нет Нифига Он разлагается Да Ну понимаешь Короче Есть связующая Такое Пластификатор А что у меня уже Закончился что ли Музыка закончилась Я просто Пластик Он Тоже может Гнить Но ему на это Нужно Значительно Больше времени Не совсем Смотри в чем дело Там Ну вот как В фигурках Используют пластик И пластик Пластификатор Вот Пластификатор Бывает разного Типа Есть там Какая-то Бац Бла-бла-бла Пластик Пластификатор В смысле Я кстати А нет Не вспомню Вот А есть еще ПВХ ПВЦ Вот Поливинилхлорид И короче Поливинилхлорид С пластификатором Может выделять Такую гибкую Жижу На поверхности фигурки Если она задохнется Неправильно хранилась Вот Либо ее срок годности Подходит к концу Это просто означает То что фигурка Короче Начала портиться Вот так Поэтому Лучше Стараться Выбирать Из АБЦ Пластификаторов Обычно Либо Просто АБЦ По моему идет Либо ПВХ Плюс АБЦ Вот Может кстати Это одна из причин По которому они В смысле По которой Они перестали Уже так Фанатеть Именно По обычным фигуркам Мы стали Стали больше Выпускать Что-то Вроде Акрилок Акриловый Диорам Очень красивый Кстати Бывают Вот Но я пока Их не особо Если честно Понимаю Я вот понимаю Кайф только Акриловых брелков Потому что Они достаточно Легкие Но тоже Вот волчицы И пряности Например Я себе Заказала Брелок Вот Очень понравилось Я кстати Все жду Когда они Сделают Серию С России Они там Разные страны Разные костюмы Используют Для Хола Вот И он прям Большой Здоровенный Но кстати Я думала Что он будет Гораз Тяжелее Но на ключи Его жалко Еще вешать Потому что Там не Двухсторонний Плать Но вот На рюкзак Я бы его Повесила Какое-то Долгое Рассуждение Егора Жит Такое Что Не Я просто Особо Не угораю По кривым Белкам Поэтому Мне добавить Нечего А Ну Просто Я к тому Что За фигурками Нужен Очень Уход Такой Большой Если Вот Это Именно Такие Господи ПВХ Фигурки Потому что У них Примерный Срок Гладносит Наверное Лет Пять Но Если Как бы Их Правильно Хранить То Они Могут И 10 Лет Стоять И больше Даже Но Смысл В том Что Дешевые Какие-то Пластификаторы Еще В которые Добавки Всякие Суют Они Вот Начинают Быстро Течь И В принципе Их Надо Держать За Закрытыми Какими-то Витринами Тот Неловкий Момент Когда Твоя Эти Фигурка Потекла Так 18 Плюс Стрим Ребята Расходимся Все Кто младше Расходимся Ну раз Мы заговорили Темы А бы не Мы Почему бы И нет Да Я Ладно Окей Я Свою Квоту На Шутку Превысил Ну все Бан По голове Ща я тебя забаню Подожди Одну секунду Голд Соخر Не geral Щас 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 Я тебя Забаню Блэй Все Ты забанил Нееет Не надо Ладно Хорошо Я могу Забанить Себя О нё О нё Ом pleasing Ум Вот Сейчас должно Все Нормально Мriment Ом пере я и вот теперь и теперь я большой шлёпа гигачат да 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 с бородой и подбородка просто о чем еще можно поговорить что еще важно хотел сказать я хотел сказать то что очень высокое качество в основном арт-буков японских там действительно печать она настолько насыщенная что вот как на ты на digital смотришь я не знаю как они этого добиваются то есть у них никакой ницмик вот от наших зинов там прям дорого-богато но при этом дешево не дорого еще не знаю как объяснить топ за свои деньги топ за свои деньги да вот а так канцелярка там конечно просто вот я приобрела крутаки ганса и тамби войне тамби короче акварель куритаки там есть просто одна который в брикетах а есть другая которая в кювет вот моя в кюветах вот и еще одна моя подруга тоже приобрела ее и прям ох как нравится мне не знаю конечно за подругу но прям шикарнейшая акварель тоже это из классных вещей а так конечно же копики мастхэв всякие там более дешевые варианты которые все равно правда конечно вылез в копеечку потому что это профессиональные маркеры вот а-ля неопика чао копик чао я не знаю как они чао пишутся вот и еще какие-то у них тонны конечно маркеров но я их не пробовала я могу сказать что куритаки хорошая фирма которая сейчас зиг зиг и господи сакуровский кстати очень шикарные ластики у них которые что фоам и рейзер ну вы возможно их видели не видели еще у меня не в распаковке были я ими делала кракелюры на туши они тушь стирают и так аккуратно в общем можно и подстереть и получить приятный эффект вот это из того что я могу рассказать так по мелочи а еще карандаш карандаш там не шикарный но вы его тоже увидите в распаковочке дайте карандаш и топовые мне кажется вы их его не мы видели везде очень где можно не просто очень удобно у них металлическая насадка они хорошо балансируют руки ой насадка как ну держатель в принципе не далеко ушла короче ой девочки просто шикарно девочки записываемся на это какого на штучки японские штучки на штучки как это называется господи на и девочки записываемся на кастовары а и тушь конечно же тушь пилотовская которая в бутылках правда похожих на саке шикарнейшая есть вы главное только не пейте и не носите себе на лицо на не не попутать вот как-то так уж не знаю чего добавить поэтому мне кажется надо постепенно завершать стрим вот а мне пора бежать я пожелаю бы как раз таки сколько получается часик от стреляли болтали до за жестко за анонсили полный он и он стримов да вообще ничего лишних не на самом деле хороший стрим получился я очень рада и что удалось поговорить единственное что побольше людей вот но сейчас пятница все кутят наверное да скорее всего сейчас отдыхают и обычно о стримах придет оповещать но мы остаться дома кому надо тут посмотрит но в любом случае я думаю ты еще сделаешь несколько постов у себя в паблике ну вот не знаю не знаю мне бы арт еще какой какой-то пилить но в любом случае вы теперь в теме что происходит что происходило это это знаешь это вот этот мел кто знает тот знает вот вы теперь знаете те кто не знали вот это вот мрачная пикча с персонажем суперсемейки а те кто знает довольно счастливы ага вот так что спасибо всем огромное за стрим приходите еще и помните и помните что и помните фонтанный всегда спонтанные стримы то есть я говорю что будет стрим значит он вот где-то где-то вокруг подписывайтесь на удавление ставьте лайки пишите комментарии записывайтесь на канцелярские штучки и записывайте вот ну что ж приходите на премьеру трека я еще прикреплю сниппет под это точно могу сказать что он будет и там уже будет понятно чё сдать буду ждать ваших комментариев и помните спонтанные стримы и помните кто говорит я думал ты это молодых и помните помните кто говорит что когда да никогда говорит что ладно вы все тоже совсем мозг поплыл не не-не-не-не-не-не-не все окей вот поплыли я знаю как красиво закончится стрим а теперь я присел вот так замечательно ну чё в общем всем большущие спасибо заходите еще а да кстати бесконечное лето 3d скоро выйдет поэтому с моей озвучкой я озвучиваю с сапильными сестру так что еще кстати поэтому ждем я тоже пинаю лёху постепенно спрашиваю когда же он выпустит посмотрим такие дела вот и стрим очку конец а кто слушал молодец пока пока до свидания